Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя, нас мучишь. Как поля мы страждем от засухи. Пушкин не жаловал жаркого лета. А уж лето в городе в старину было совсем обременительно. Столбы пыли за каждым ломовиком. Воньям, шум строек. Именно летом начиналось строительство. От всего этого горожане убегали на даче. Здравствуйте. С вами по-прежнему Михаил Жебрак. Дача – неотъемлемая часть жизни горожанина. Его спасение и крест. Сегодня я хочу осмотреть с вами старинные дачи Москвы. Тем более, что они совсем рядом. Ведь бывшие дачные места – Сокольники. Петровский парк, Воробьевы горы – сегодня практически центр. Сокольники. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гости съезжались на дачу. Начал роман Пушкин. В его время, 200 лет назад, дачи называли имение недалеко от города, в свое время данная дача, за заслуги кому-нибудь из предков. Из московских дач, на которых мог бы бывать Александр Сергеевич Пушкин и провести, как герой его романа, три часа на террасе с красавицей, я выбрал Васильевское. Васильевское на берегу реки Москвы. Уверен, многим из вас это название незнакомо. Усадьба закрытая. Здесь научные институты чужих не пускают. Но нас с вами сегодня пригласили. Итак, гости съезжались на дачу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обидно, что Васильевское недоступно широкой публике. И менее красивое. А о каждом владельце можно рассказать не одну занимательную историю. Владение на Воробьевых горах в 18 веке принадлежало князю Василию Долгорукову. И хозяин назвал ее Васильевское. Судя по архивным документам, в парке стояли пять каменных домиков в турецком стиле и два корпуса, напоминающие турецкие крепости. Не правда ли? Это похоже на описание царицына. Действительно, эти потешные постройки напоминали о пышном приеме, который в 1780 году князь давал в Васильевском в честь Екатерины Великой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а нынешний классический вид усадьба приобрела при следующем хозяине, князе Юсупове. Фасад украсил шестиколонный портик ионических колонн. По краям здания поднялись изящные башенки-бельведеры. Точно неизвестно, но считается, что автором перестройки усадьбы был архитектор Осип Баве. Все знают Юсуповскую усадьбу Архангельская. Ступив за твой порог, я вновь переношусь в одни Екатерины, книгохранилища, кумиры и картины, и стройные сады свидетельствуют мне, что благосклонствуешь ты музом в тишине. Но и здесь, в Васильевском, Юсупов принимал гостей, устраивал балы. Следующий владелец и новая удивительная история. На Воробьевых горах родственники 30 лет содержали умалишенного графа Дмитрия Мамонова. И в Москве за усадьбой утвердилось название Мамонова дача. В 1812 году граф за свой счет сформировал кавалерийский полк и участвовал с ним в нескольких сражениях. Затем занимался общественной деятельностью. А в декабре 1825 года отказался присягать Николаю I. И был объявлен душевно больным. В этом доме старик и погиб, подпалив трубкой свое платье. Так грустно тянулась и затмилась жизнь, которая зачалась таким блистательным и многообещающим утром, сказал по этому поводу Вяземский. Юсуповские оранжереи, расположенные на окраине Москвы, заинтересовали купца Ноева, владельца московских цветочных магазинов. Он стал следующим хозяином усадьбы и организовал здесь прибыльное цветоводческое хозяйство. Видите, это оранжерея. И москвичи стали называть усадьбу Ноева дача, почти Ноев ковчег. После революции здесь был музей народоведения. Экспозиция «Жилище народов СССР» располагалась прямо в парке. Сегодня такую площадку назвали бы «Этномузей». Ну а сейчас здесь Институт химической физики. Видите, какая богатая история у этого живописного уголка Воробьевых гор. Всё начиналось с Екатерининских вельмож – Долгорукова и Усупова, а закончилось академиками – Ландау и Капицы. Недалеко от Мамоновой дачи на Воробьевых горах стоит дача семьи Грачевых. Сегодня её занимает батальон ДПС. Грачёвый – купический род, торговавший в рядах мануфактурой и продававший лес с северной железной дороги. Но, очевидно, у семьи был более серьёзный источник дохода. Очевидно, дача денег в рост. В семейных преданиях сохранилась характерная история о основателе семьи – Дмитрие Грачёве. Он был человек мягкий, с большим тактом. И вот, отпуская внучку гулять с молодёжью, он очень не хотел, чтобы они катались на лодках. Волновался. А запретить напрямую считал неправильным. Он никогда не оказывал давление на детей. И он попросил внучку, чтобы хотя бы не она была инициатором катания. После прогулки без лодок, молодёжь со смехом поняла, что он к каждому обратился с подобной просьбой. В семейных воспоминаниях Грачёвых я нашёл эпизод, характеризующий дачные нравы прошлого. В одном загородном общественном парке один из Грачёвых, слепой, сидел на принесённом кресле, а его дочь играла мечом. И попала в гулявшего императора Александра Второго. Девочка императору понравилась, он взял её на руки, но был удивлён реакцией отца, вернее её отсутствием. Узнав, в чём дело, что он слеп, Александр предложил материальную помощь. Но после благодарности услышал, что семья обеспечена и девочка ни в чём не нуждается. Грачёвым принадлежали в Москве восемь домов и несколько дач. В том числе это на Воробьёвых горах, с двумя каменными и двумя деревянными этажами. В дачных посёлках обязательно устраивали место для прогулок. Его называли променад или даже Невский проспект, по аналогии с Петербургом. Там общались, рассматривали дачные моды. Всегда чуть более вольные, чем в городе. Центром общественной жизни в Сокольниках был круг. От него отходили семь лучевых просек. Там гуляли пешком или в экипажах. Ну а в центре стоял концертный зал, где всё лето звучала музыка в исполнении лучших исполнителей. Выступали балетные пары, оперные солисты. Вокруг концертного зала были кафе и цветники. Очень важно, что возле круга заканчивались маршруты нескольких городских трамваев. В Сокольниках сохранилось несколько старинных дач. Мы смотрим самую примечательную. Владельца огромной яхромской мануфактуры Лямина. Иван Лямин был не последний человек в Москве. Действительный статский советник. Кавалер нескольких орденов. Он на один срок избирался московским городским головой. Мэром по-нашему. Я думаю, интересно осмотреть дачу общественного деятеля такого уровня. В семье Ляминах было пять детей. Иван Артемьевич приобрёл большой кусок земли в казённой сокольничьей роще для строительства летнего дома. Сама дача была деревянная, двухэтажная. Снаружи украшена резными деревянными деталями. А внутри просторные комнаты, две больших террасы, десяток каминов для отопления. Кроме главного дома были сторожка, флигель, людской корпус, поднопорная башня в виде готической башни и зимний сад при ней. Оранжерея, грот, бассейн. Видите, понятия дача и усадьба сливаются, когда обустройством летнего домика занимается богатый обстоятельный хозяин. Благоустроенная территория. Своя электрическая машина. Телефон. Дача Ляминах прекрасно подошла после революции для экспериментальной лесной школы. В такую школу направляли ослабленных детей. Школа была рассчитана на 75 учеников. С ними жили директор, несколько преподавателей и воспитателей. Одну зиму здесь провела Надежда Крупская. И скульптор Щербаков запечатлел очень интересную сцену. Сюда, на новогоднюю елку, приезжал Ленин. С подарками, конфетами и бидончиком молока для детей. Лямины много строили для детей. В Дмитрове гимназию, в Москве детскую больницу, в бытность Лямина городским головой в Москве открыли пять городских училищ для мальчиков. И на даче в Сокольниках всегда было много детей. Своих и чужих в старину было принято, чтобы школьники проводили лето на воздухе и в компании. Поэтому, если, например, у вас не было дачи в Крыму, ваш ребенок все равно мог поехать на море, в дом кому-нибудь из соучеников по гимназии. Ну а в доме Лямина в Сокольниках после революции была школа, потом Ясли, детский санаторий, и сегодня опять школа. Пешком. После революции большинство городских объектов переименовали. Имена купцов, основателей приютов, больниц, заводов, поменяли на имена революционеров. Никакого отношения к этим местам не имевшим. Но названия дачных поселков в основном сохранились. Представляете, как москвичи любили свои дачи. Здесь, на севере Москвы, между селом Алтуфьевым и Савеловской железной дорогой, в 1903 году нефтепромышленник Леонозов устроил дачный поселок. Он получил название Леонозова. Место было красивое, тихое, в 15 верстах от Москвы, но недалеко от железной дороги. И дома росли быстро. К поселку. Провели телефонную линию и устроили дорогу к ближайшей железнодорожной станции, которую тоже назвали Леонозово. На дачах устроили два парка с прудами и аллеями. Общество потребления обеспечивало дачников продуктами. А кто мог жить на подобной даче сто лет назад? Леонозовские дачи занимали в основном предприниматели и обеспечена интеллигенция. Например, председателем общества благоустройства был статский советник. Крупный предприниматель. А его заместителем известный литератор. Так что здесь даже издавали свой журнал с сатирическим отделом, где потешались над дачными мужьями. Их подразделяли на мужей верблюдов, которые каждый день уезжают на работу и возвращаются с кульками и свертками. И мужей оленей, которые приезжают на дачу только по выходным. От былого дачного поселка, от сотен дач, разбросанных в лесу, остался только вот этот дом. Но он дает представление о Леонозовских дачах. Они были в основном двухэтажными. Архитектура простой, но с интересными деталями. Башенками, балкончиками и многочисленными верандами и террасами, где так приятно посидеть за самоваром. Эту дачу называли Белой. По цвету четырех колонн, которые, как портик, поддерживали крышу веранды. По местному преданию, она принадлежала одному из начальников Савеловской железной дороги. А сейчас здесь музей славянской культуры. Когда Леонозово вошло в состав Москвы, то остальные дачи разобрали. И сейчас на их месте кварталы бетонных многоэтажек. Основы современного домостроения были заложены в 50-е годы при возведении кварталов знаменитых московских черемушек. От старых, некогда подмосковных дачных поселков сохранились отдельные дачи. Ну а сами Воробьевы горы, Сокольники, Леонозово стали давно городскими районами. Но вот один поселок сохранился в полной неприкосновенности. Я думаю, вы уже догадались, что я говорю о поселке Сокол. После революции архитекторы Щусев и Желтовский разработали план реконструкции Москвы. В те годы была чрезвычайно популярна идея городов-садов вокруг мегаполисов. И вот по плану реконструкции Москву должны были окружить зеленые малые центры. И поселок Сокол стал первым и, к сожалению, единственным примером воплощения этой идеи в жизнь. Лучшие архитекторы занимались планировкой поселка Сокол и проектированием зданий. Улицы пересекались под разными углами. Изгибались, меняли ширину. Все это визуально обогащало перспективу. Дома строили трех типов. Бревенчатые, как в России, каркасно-насыпные, как в Англии, и кирпичные немецкие. Примерная планировка дома на одну семью, мансарда, четыре жилых комнаты, гостиная, кухня и просторная терраса с выходом в сад. Двух одинаковых домов не было. Они отличались, ну, хотя бы, эркером или расположением комнат. Причем поселок Сокол стал экспериментальной площадкой не только для архитектурно-планировочных решений, но и для строительных технологий. Здесь использовали новые материалы. Например, впервые применили фибролит. Это спрессованная с цементом древесная стружка. Всего было построено 120 коттеджей. Очень важно, что поселок Сокол был первым советским жилищно-строительным кооперативом. Паи были немаленькие, но шел НЭП. И денежки у москвичей еще были. Выплативший свою долю, имел право в течение 35 лет жить без уплотнений и изъятия жилья. Но прошло 10 лет, кооперативы отменили, и все дома в поселке Сокол стали собственностью Моссовета. В некоторых коттеджах устроили коммунал. В конце 20 века приватизация вернула жильцам право собственности. И здесь развернулось строительство. Поселок Сокол имеет статус не просто памятника, а памятника ансамбля. И все строительные работы здесь должны согласовываться со специалистами. То, что получилось в результате реконструкции, мне в основном нравится. Но обидно, что ушли сквозные заборы. Раньше здесь был штакетник, и он обеспечивал визуальную связь между домами. А сегодня во многих местах сплошные ограды. Особенно там, где вместо исторических домов поднялись новые особняки. после октябрьской революции частную собственность отменили. И дачи снова начали давать. Они стали одной из форм поощрения в советском государстве. После запуска первого космического спутника в 1957 году группе конструкторов предоставили дачные участки в Московской области. А руководитель космического проекта Сергей Королев попросил выделить ему землю для строительства дома в Москве. Дачи в черте города для середины прошлого века это не редкость. Вы знаете поселок Сокол. На Воробьевых горах стояли дачи партийной элиты. Так что и для Королева участок нашелся. Гектар земли недалеко от ВДНХ. А вот это скульптурный портрет Королева работы Фаайдыша. Причем я читал, что сами конструкторы-космонавты предпочитали скульптурные работы Постникова. Одну из работ Постникова Одну из работ Постникова мы с вами увидим в доме. Мы прерываем нашу обычную программу, чтобы передать сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Почему выбрали участок возле ВДНХ? Отсюда 19 километров, 20 минут на служебной машине Сергею Павловичу до места работы. Но тогда это еще не был город Королев, а станция Подлипки. Здание строил архитектор Семерджиев, но с учетом пожеланий конструктора его жены Нины. Дом, внешним видом и особенно планировкой напоминает немецкие особняки, в которых Королев жил в Германии, когда после войны изучал немецкую ракетную технику. В прихожей нас встречает знаменитая работа Постникова к звездам. Понятно, почему эта статуя стоит у главного конструктора. А вот фарфоровые статуэтки это дань времени. Они были модными в 60-е годы. В этом доме Королев прожил с 59-го года до своей смерти, в 66-м. Так что здесь все предметы подлинные и каждый стоит на своем месте. Королев очень любил кино, но в кинотеатры ходить было некогда, так что ленты он смотрел дома. Камин был запроектирован, но им не пользовались. Под нами в подвале бойлерная она обеспечивала тепло. А сидеть у камина, смотря на горящие дрова с книгой, Королеву опять же было некогда. Только однажды, когда были гости, Гагарин разжег камин. Но это было первый раз, и весь дым пошел в комнату. Камин потушили. На первом этаже гостиная, столовая, кухня, комната помощницы по хозяйству. Всего 100 квадратных метров. Но за счет удачной планировки очень просторно. Вся мебель столовой немецкая. Этот дом очень уютный, теплый, в том числе и за счет оформления деревом. Здесь прекрасные мебели, старинная и современная для 60-х годов. Модная, польская, немецкая. В коле второго этажа хранится коллекция художественной литературы. А техническая в кабинете хозяина, Королева. Вот это грифельная доска. На ней Сергей Павлович делал расчеты. И этот рисунок поздний. Но вот мелки здесь сохранились. Настоящие. Вот за этим столом делались самые секретные расчеты 60-х годов. А сегодня вы можете здесь все осмотреть. в доме Королева музей. Так что приходите, не пожалеете. Атмосфера 60-х и космическая тематика это удивительно. Мишка. Мишка. Заканчивается наша передача, посвященная дачной Москве. Мне хотелось не только посмотреть уцелевшие дачи, но и вспомнить дачную жизнь. Она была другой. Дачники больше общались. В поселках устраивали концерты, спектакли. Машин не было. И за один вечер съездить к другу и вернуться было нельзя. Так что в гости приезжали на несколько дней. А там и совместные прогулки, чаепития. Даже во времена моего детства в дачном поселке все ребята играли одной ватагой. Ну, а сегодня, мне кажется, больше разобщенности, глухих заборов. Давайте не закрываться от мира. Больше общаться. До встречи через неделю, но уже в другой Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин